Я называю эту проповедь, как действовать в кризисе. И главной фразой будет, праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Когда первый раз прозвучала эта фраза, это было в книге пророка Аввакума, это не было сказано первый раз апостолом Павлом. Это был период, когда без Божия людей достигло какого-то пика. В стране было угнетение. Притеснение и гонение было в стране. И не было истины. Надсмехались и над царем, и над князьями. Так как не было у истинной силы, то над всеми главными главенствующими над ними надсмехались. И даже над царем. И вот такое было положение. Когда притеснение и угнетение людей были очень большими. Аввакум у Бога говорит, это еще ничего, халдеи нападут на вас. Это же вот есть в вашей стране. Но придет еще больше кризис. По новостям объявят. Такой народ придет, что он просто не пожалеет никого. Будущее, оно плохо. Вот такая будет новость. И вот этот сложный период живет Аввакум. Вот есть кризис. И еще, как бы на будущее обещается больше кризиса. И у Аввакума, как у Божьего человека, есть вопросы к Богу. И первый вопрос, который у него возник пред Богом, это было, почему ты не слышишь нашу молитву. Это первая глава, второй стих. Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Доколе? У него есть вопрос, сколько раз я должен молиться? Сколько же раз я должен просить о помощи Господе? А ты не слышишь? И может быть, сегодня у многих этот вопрос. Возможно, в этот период у многих вопрос, Господи, сколько раз мы молимся, о ком только не молились. И вместо того, чтобы они исцелились, они ушли с этого мира. Молюсь, как бы ничего не меняется. Я прошу о помощи, а твоей помощи нет. Доколе же? Сколько же времени это будет так продлеваться? Продолжаться, доколе будет это насилие? И ты не будешь помогать нам. И его волнует не просто молитва о себе. Его также волновало пробуждение. И он говорит, что истина потеряла силу в людях. И поэтому вот это многое, что происходит, истина потеряла силу. И потому нет правды. Почему же, Господи, ты должен халдеям дать право угнетать нас? Люди, которые ничем не лучше нас. Почему же они должны прийти и угнетать нас? Вы знаете, люди массово оставляли путь истинный. Люди даже не хотели слышать истину. И потому не было правды, не было справедливости. И это происходило в стране. Возможно, сейчас такой период, когда немногие любят узнавать, слышать истину. Были периоды годы назад, когда ты говорил истину, и люди слушали, они в разумление получали, в разумлялись. А сегодня, когда говоришь, все все знают, они даже не хотят слушать. Даже у верующих у всех своя правда. У всех своя истина. И многие не хотят слышать истину. И как бы истина потеряла силу в церкви. И потому насмехаются и над лидерами, и над пастырами. Да. У нас был период, и мы были в церкви, и мы были в церкви. И в этот последний, в этот период, несколько этих лет, что насмешки, даже для верующих, это что-то такое естественное. Подумаешь, ты над лидерами смеешься, над царями, что-то там надсмехаешься. Потому что у всех свое понятие, понимание. и истина уже для них не истина. И ты знаешь, вот в этом состоянии Абакум находит выход. Абакум думает, что что-то нужно делать в этом кризисе, иначе нет, нельзя свыкаться и примиряться с этим положением. И вторая глава начинается так. Первый стих. На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Ты знаешь, когда кризис, когда ты не знаешь, что тебя ждет и что будет. Когда ты видишь, что пробуждение нет. Что нет интереса к истине. Когда ты видишь, что растет безбожие. И ты думаешь, чем же будет мое будущее? Когда мы не знаем, что ждет нас в этих грядущих месяцах. Когда мы не знаем, а говорят, кризис будет, что же есть выход? То, что сделала вакуум. Он сказал, на стражу мою я встану и выйду на башню и я буду наблюдать. Он говорит о своей молитвенной комнате. Он уеденится пред Богом. И на этой страже он будет слушать Бога. На этой башне своей в крепости. Он говорит, сейчас нет, не то положение, чтобы просто течь по течению. Это не время довериться, что будет, то будет. что-то может быть хорошее случится. Нет, вакуум знает, что должен что-то предпринять, а не просто вот так последовать за жизнью. Нет, автопилот сейчас включать не надо. Не в жизни, не в служении. Он говорит, я что-то должен предпринять. Я должен выйти и встать на башню мою, на стражу мою и наблюдать, чтобы увидеть, знать, что он скажет, чтобы услышать от Бога, чтобы получить слово от Господа. Именно сейчас это время, чтобы мы вышли на нашу стражу, чтобы каждый из нас получил от Бога слово. Чтобы получить водительство и руководство для нашей жизни служения бизнеса. чтобы во время кризиса у тебя было слово, полученное от Бога. Как доправлять свою жизнь и свою деятельность. Как же возможно иметь успех в этот период? И для этого нам необходимо углубить свою молитвенную жизнь. И представьте, достаточно было доверия пророка, чтобы Господь ответил. Достаточно захотеть, желать. Получить слово и Господь обязательно ответит нам. Никогда не оставит нас как в тумане. Что будет? Не знаю, что будет. Я сам не знаю. Не спрашивайте меня. Последующий, второй стих сразу же. И отвечал мне Господь и сказал, когда он начал углублять свою молитвенную жизнь, чтобы услышать от Бога, отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Запиши немного большим с шрифтом, чтобы пробежку мог прочитать, чтобы, то есть, легко мог читать, чтобы, если бежит человек, пробежку смог и прочитать, чтобы читающий легко, быстро мог прочитать. Сказал Господь мне, запиши не для себя, не только для тебя даю то, что я тебе скажу и для тебя, и для других, чтобы, пробегая, они могли читать. Даже если дела так будут обстоять, что бежать надо, они успели и могли прочитать то, что я говорю тебе. Или пусть будет что-то ясно написано. Это видение, эти принципы, можно сказать. Что помогло бы в тот период, когда был бы кризис, остальным бы помогло. Бог хочет дать Слово не только для нас. Бог, даруя Слово тебе, целью Его также является, чтобы и другие от этого Слова получили выход. Вот так верующие становятся светом и солью земли. Здесь корабли. Они смотрят на маяк, морской маяк, который на берегу, и они по нему уравняются, настраиваются. Какие бы волны ни были, они видят свет этого маяка. И в этих волнах находят путь. Какие бы волны ни были в этом мире, Бог хочет сделать нас этим маяком. О котором в этом кризисе люди, они прочитают по нему ясно. То, что Бог тебе скажет, где есть выход, в чем есть выход, какие шаги предпринимать, как действовать. Можно сказать, что Бог дал рецепт, как жить. Да, и этот рецепт дважды повторяется еще в Новом Завете. Знай, что оно не обманет. Обязательно произойдет. Абагум, даже если немножко замедлит, знай, что не обманет и обязательно сбудется, непременно сбудется. Это в третьем стихе написано и вот в четвертом говорит, а праведный своею верою жив будет. А праведный не верой соседа жить будет. Праведный своею верою жив будет. или в кризисе знай эту фразу напиши. Чтобы когда бежать будут люди, они даже в пробежку могли прочитать. Даже вот в этой быстроте смогли прочитать. чтобы они успели глазами своими увидеть, что есть выход. Праведный своею верою жив будет. Праведный своею верою спасется в этом положении. Как жить? Верою жив будет праведник. Чтобы не пришло. Какие бы дни не наступили. Праведный своею верою жив будет. И Бог ответил ему, у меня есть выход для тебя. Я скажу тебе, как все будет. Я отвечу тебе, как ответы вместе. Я скажу тебе, как от всего этого избавиться. Праведный верою своею жив будет. а вера от слышания от слышания Божьего Слова. Как людям жить верою? В 14 стихе он говорит, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Земля наполнится познанием славы Господа, как море оно наполнено водой. земля. Это значит, что очень много будет говориться о Божьей славе. Много будет говорится о познании славы Божьей, наполним, заполним эту землю. Так как они не слушают истину, и она как бы потеряла силу, это не значит, что тебе нужно замолчать. Наоборот, выход в том, что земля или страна должна наполниться, чтобы у людей появилась вера. Но сначала нужно принять слово, как действовать, как сеять, как наполнять, Бог не ушел в отпуск. И, может быть, мы думаем, но почему же он не здесь? Где же? Почему нет мужчины? Почему мы столько молимся? Не меняется? Бог говорит, я знаю, что я сделаю. А во ком я скажу тебе одно, какая картина видна? Но другое, что я желаю сделать. И вот, что я сделаю. по знаниям славы Господа я наполню землю, как воды наполняют море. Картина пробуждения видения открылась в вакууму. И он хочет, чтобы не в будущем, а сейчас было. Он говорит, беседуя с Богом, что в этом кризисе, в этом гневе яви милость. Яви. Открой свою милость. Нет, нет, не в будущем. Сейчас, в этом положении пусть она явится. Ты знаешь, очень ожидание многих верующих о милости в будущем. и что подразумеваю. Думаю, вот сейчас кризис, уже как год это говорим, а вот COVID-19 закончится, и тогда все начинает восстанавливаться. И все что-то ожидают, что это завершится, а оно никак не заканчивается. Вторая волна, третья волна. сейчас теперь говорят, кто вакцинируется, их нужно остерегаться, потому что они будут заразными. один написал, раньше без масок кто был, боялись, затем у кого сам COVID-19, а сейчас вакцинированных нужно бояться, остерегаться. И вот мы ожидаем, что что-то в будущем, вот сейчас все это завершится, завершится, и тогда мы будем говорить о пробуждении, о покаянии, тогда мы будем иметь. Но никто не знает, когда это завершится. Мы не решаем, когда это завершается. Чтобы это закончилось, но есть кто-то, кого это не устраивает. И ожидание того, что мы начнем свою активную жизнь и будем действовать тогда, когда вот это все закончится. Это лжеожидание. Это Божий не сейчас яви милость, а потом. А сейчас потерпим, как-то еще выносим. Сейчас мы можем это терпеть и переносить, но когда это все завершится, вот тогда возьмем разгон. так не происходит. Нам сейчас нужно нам теперь нужна милость Божья. Нам теперь нужно действовать. Сейчас надо говорить о пробуждении и сеять о Божьей славе. Сейчас нас должно беспокоить будущее пробуждение служения церкви. Сейчас ты должен быть этим маяком, на который равняются люди, за которым следуют. Третья глава интересно начинается. пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Разные переводы. Жгучий ветер или период, время следует. И еще какие-то другие переводы есть. истребление по-моему следует. Чума или язва и этот жгучий ветер. То есть об уничтожении идет речь. Это грядущий кризис будущий. И вот эта язва, чума, она впереди его предшествия. шестер. Сначала какой-то вирус, это чума. И затем по стопам шаг за шагом идет это уничтожение. И Авакум видит, что будет в будущем. Но он верит Богу, что Бог избавит свой народ. 13 стих говорит, ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. И он верит, что в этом кризисе его народ будет защищен. То, что идет и то, что за этим грядет. Это нормально такие прогнозы, да, когда чума, когда язва. Естественно, за этим следуют кризисы, голод и многое другое. Но имеет значение в этот период какова наша вера. он говорит, ты выйдешь вот в этом положении, вот в таком окружении, при таких обстоятельствах, чтобы избавить твой народ, чтобы спасти твой народ. И смотрите, Авакум принимает решение, он принимает для своей жизни какое-то важное решение. Из 17 по 19 читаем. Тундац агар агар гамо из хазу азмам тевани гам тхундец зет исхилис на опин ханеб массаз ду агар мо итанон мозг дес парэхидан цхуар и агар дар чес бос и цак он или мэ мэ инц упал ши гав хар и чем их сниз гмер чин у нах дешев бас упали гмер тия чем и зала и мис пех и ма в дар чем сгора кэпс ма тар лот бар и сатвич чем симе бен сак рав зе ано амас им гер дэн хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах и маслина сила моя он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня начальнику хора дано было это для того чтобы воспевать смотри он не избегает не убегает от тяжелого периода не говорит а не пусть ничего не будет и ничего нас такого не ждет он говорит мне все равно даже если все бизнесы закроются даже если плода на лозах нет и вина не смогут делать и маслина изменила и нет овец в загоне и всякий бизнес умирает всякого вида деятельность останавливается потому что бесплодность что может быть больше этого кризиса и говорит да то что говорят возможно так будет может так хотя бы это говорит о том что не обязательно это так будет хотя бы не расцвела даже если не расцвет то есть он принимает решение что даже если так и будет что ничто не цветет ничто не рад не дает везде плач рыдание ропот и недовольство я все равно возрадуюсь в господе я найду помощь в боге спасения моего я знаю что мой бог спаситель и в нем я найду успокоение господь бог сила моя и есть какие-то высоты это труднодосягаемые высоты скалистые места куда трудно вскарабкаться или взойти человеку ну смотрите что говорит о вакуум именно на вот эти высоты на эти трудноподнимаемые холмы он сделает ноги мои как у оленя и для оленя это абсолютно не проблема он очень легко поднимается по этим каменистым тропинкам ему так легко на эти высоты взойти а вакуум говорит все умирает и останавливается даже если я вас радуюсь господи я бог и спасение моего найду помощь и вы знаете почему потому что то что до этого я в чем ждался и было для меня недосягаемым именно в этот период бог сделает ноги мои как у оленя и он сделает так что я взойду везде и туда и многое что я сделаю легче сейчас нежели было до этого я еще раз говорил он не избегает проблем он говорит вот в этой проблеме посреди этого кризиса он принимает решение я буду радоваться и успокоить сердце я возрадуюсь и не позволю этим печальным новостям прикоснуться к моему сердцу я все равно буду радоваться и мои глаза могут это видеть но главное во что я верю праведно веру и жив будет и в нужде при кризисе скорбой кризисе в любом положении праведник верою жив будет поэтому я знаю Бог моего спасения что сделает что бы не произошло что бы не было я знаю у меня есть Бог который мой спаситель который сделает ноги мои как олень я внезапно сразу быстро взойду и пройду по этим тропинкам куда человеческие ноги очень сложно достигают трудно это так свободно все придет то что мне нужно очень свободно придет для меня возвышение я хочу сегодня предложить вам то что сказал Йоэль я все давно буду радоваться в Господе давай одну радостную веселую я хочу чтобы мы радовались в Господе мы в нем найдем помощь и на самом деле будем хвалить и славить правда возрадуемся Господи и может быть да многое не так как бы вы хотели но давай наше сердце настроим сейчас нам сейчас сегодня нужно Божье водительство Божье слово нужно сегодня а не тогда когда этот ковид закончится я еще раз говорю мы не знаем сколько это будет продолжаться и когда это все закончится будет ли еще что-то или нет вакцинация вакцин для Грузии не хватает и очень хорошо если не хватает пусть весь мир вакцинируется и нам ничего не будет угрожать результативность посмотрим по них и не надо нервничать ой нет вакцины что же нам делать меня если спросите это не такая желанная вакцина не нужно за этой информацией следовать ой что у нас за правительство и до сих пор нет вакцины и что это за жизнь успокойся даже если за чуму идет истребление у Бога для своего народа есть спасение поэтому мы все давно будем радоваться Господи что бы ни происходило давайте радоваться веселиться и лицом и улыбкой на лице если ты говоришь я бы все равно в Господе возрадовался если ты это говоришь а по лицу как-то незаметно один сказал я в сердце радуюсь слушай не забудьте сообщить это лицу поэтому если в сердце радуешься подай подай информацию лицу твоему что ты радуешься скажи измени выражение лица бог бог ты всем дал лицо но вот каким будет выражение этого лица избираешь ты поэтому улыбнись это лучше достоин и возрадовlerin я все равно в perdita чтобы ни происходило сам va господи даже если перенес я я все равно господи буду радоваться даже если у соседей закрылись работы я все равно в господи радуйся у соседей происходит это легко что-то там у них теряется программ 6 после широтах но вот когда в твоих стойлах это происходит машинца дали и гаихару тогда чуть-чуть трудновато поэтому знай что бы не происходило в твоей жизни рада рунда ему кроме чтобы не угрожала какой бы кризис даже если этот кризис твои начальники говорят вот и гадать кутира собаку магад значит решит то что решил а вагу я все равно господи возрадуюсь я возрадуюсь в господи и мидоровицы ирми спеха вшим а потому что я знаю ноги мои сделает он как у оленя и с дым дэсса убродить член вы знаете мы как-то говорили сейчас а было такое что помочь кому-то бедному в церкви и знаете в чем была радостность мы никого не нашли такого кто бы был крайне беден вот кого всех расспрашивали что-то именно так сильно нуждается до этого маму ли позвонили вот интернациональная церковь которую нас нам нужно вот 10 человек но действительно которые очень нуждаются мы правда 10 человек даже не смогли найти набрать которые сильно нуждаются это радостная что посреди нас нет таких кто кто уже прям дух испускает поэтому пусть господь благословит вас чтобы и после этого от сегодня чтобы вы не оказались в таком положении что не знаете что делать и как жить успеха каждому из вас и возрадуемся в господи возрадуемся